...внутреннюю подкованность, чтобы вытащить все из внутренних познаний о своих исключительных способностях, настолько владеть языком, чтобы рассказывать об одном и том же 5 часов. И ты понимаешь, что человек только будет рассказывать себе. Я уже потом боялся к нему ходить, я потом заходил, я уже смелее действовал. На вторую минуту я перебивал, говорил ему об Иисусе. У нас даже такая, знаете, борьба была внутренняя. Но он все-таки любил, когда я приходил. Я не часто приходил, он понимал, что я не робкого десятка. Ты понимаешь, что человек будет назорлив. Он хочет быть в центре внимания. И, может быть, свой болезнь использовал тем, чтобы все-таки всегда был в центре внимания. Костунг рассказывается о себе и для себя. Ему наплевать, что чувствуют другие люди. И он всегда тянет одеяло на себя. Он постоянно стремится выделиться, требовать внимания и одобрения от окружающих. Но постоянно в этом не хватает. Хвастовство – это привлечение в себе внимания. А внимание – это энергия, которая ему необходима для чего-то. Хвастовство – это способ раздувания своего чувства важности, чтобы утвердиться в обществе или в каком-то коллективе. И часто люди попадают в удочки, но независимо от этих вещей, и фактически потом не сходят на нет взаимоотношения в семье, в церкви, в обществе. Потому что хвастунов никто никогда не любит. Третье – признак хвастовного – это крайняя низкая самооценка неуверенности в себе. И отсюда вытекает множество вещей. Во-первых, хвастуния может принимать критику в свой адрес спокойно. Попробуйте человеку, который постоянно говорит разгад на своих достоинствах, умениях, способностях сделать ему замечание. Вы пожалеете, что это сделаете, потому что вы можете потерять друга. Вы можете потерять самознашение с мужчиной. Я в силу своих пластинских обязанностей иногда должен был делать замечание, когда я видел на лицо такие признаки, знаете, хвостовства, создаточенность на себе. И я могу сказать с уверенностью, практически в 90% ты теряешься в отношении, в отношении, в отношении, в отношении, в отношении. Потому что человек, он не может принимать критику в свой адрес спокойно. Он также сильно старается создать имидж успешный человек, потому что думает, что только в этом случае его будут любить, уважать, иначе. Всегда будет говорить об своих успехах, всегда их приукрашивать. Всегда у него будет оборудование телевизионное, вместо простого компьютера. У него будет что-то еще, понимаете, вместо алиментарных вещей. Ростун настолько иногда увлекается этой позицией, что остановить его невозможно. Он потом сам начинает верить, что он обладает этими качествами или этими вещами. И если сказать этому человеку несоответствием с новым поступком, попытаться критиковать, то для Хасуна это удар ниже пояса. Все. Он не переживет. Или сильно обидится, а когда обидится, унизит вас. Низкая самооценка приводит к постоянному желанию подняться. И каждый поднимает все, что он может. Но потом разочарование, потому что реальная жизнь, она будет в свою деятельность. Этот человек постоянно говорит о своих достижениях и достоинствах. И имеет, знаете, такую членславную самооценку и говорит, типа, что я крутой, я вот сумел, а вы никто ничего не можете. Я заметил, что таковых людей достаточно, чтобы в любой среде, включая церковь. Я думаю, что, обратившись к Господу, многие вещи у христиан отпадают, изменяются. Ну, многие черты с характером останутся. И часто с желанием прихвастнуть, похвалиться чрезмерно, все-таки остается. Просто объект меняется. Тогда хвалились, может быть, какими-то вещами. Мой огород дал нам, знаете, много картошки, много помидоров. У меня помидоры красными стали еще зимой. И примерно так далее, так далее. И когда нам обращается к Господу, он начинает радоваться и хвалиться благословениями. И я заметил, что благословения часто становятся источником преувеличения или возможностью представить свои дела очень круто. Бог меня благословил. Часто люди меряют близость Бога к тебе благословениями. Когда мы читаем про Исаака, в то время, когда он сошел в землю Есима, забыл какую землю, и написано, что там Бог дал ему урожай в 100 края. Все. О, благословил Бог! Но там не написано, что Бог разговаривал с ним. И после того, как только он вернулся в Вифиль, в землю обетованную, Бог начал разговаривать с ним. Урожай в 100 края – это еще не благословение. Если Бог дал тебе исцеление, если Бог дал тебе материальное вознаграждение, Бог дал тебе еще какие-то вещи, это не всегда означает особую открытость Бога для тебя. Самое большее благословение – это близость Бога к твоей душе. Когда ты хвалишься не Божьими благословениями, не Богом, мы дойдем до этого сейчас. Но часто, короче, берут в уста свои – Бог меня благословил. Бог проговорил мне. Ты, значит, только попросил две минуты Бога, а высылал не Бог, и ссорил не Бог. И часто верующие выдают это с чувством преувеличения. Потом через месяц узнают, что он все так же болеет, все так же в немощи. Ну, потерял. Засомневался, к примеру, да? И многие другие вещи. И начинает оправдываться. Но часто речь наполнена преувеличениями. Этим человек сосредотачивается в понимании на себе и становится таким, знаете, исключительным человеком. Зачем люди хвастаются? Зачем хвастался цартирский? Зачем хвастался ангел Лапиклийской церкви? Зачем хвастался на выходоносах? Зачем они преувеличивали свои возможности? Они и так, может быть, достаточно имели чего-то. Мы где-то повторим, но еще раз поговорим. Чтобы выставить себя в лучшем свете, нечего стоят дела на самом деле. Преукрасить свои достижения, преувеличить факты, выставить на показ только хорошее, скрыв плохое. В основном движет впечатление, желание впечатлить в случае. А в худшем, правильно, заставить завидовать. Без чужого внимания или зависимого чувствуют себя неполноценно. Ладикийский народ или церковь, или ангел, пастыр, они чувствуют себя некомфортно. Потому что хотелось еще большего. Вы заметили из нашей истории, российской, что многие руководители попадали в эти сети, и после того, как они были рабами, слугами народа, они вдруг становились богами. Ну, такой классический пример Иосифа Савиану Стану. Понимаете? Сперва за народ, потом этот народ сгнаивал в Сибири, в лагерях. И вот так восхваляли. Это стало божеством. И наряду с ним в Германии, интеллектуальной Германии, Гитлера также возносили, что приравняли нелюбовь к фюреру, к уголовному преступлению. И это было закреплено законодательством. Сейчас это вызывает улыбку, а это было на самом деле. Не любишь фюрера? Десять лет. Не любишь Сталина? Двадцать лет. Сталин не мелочился. Понимаете? Почему они хотели привыказать факты и скрыть плохое? Потому что они хотели, чтобы им завидовали. Они хотели впечатлить других людей. Если мы в рамках своих взаимоотношений, круга знакомых, стараемся как бы по-мелкому впечатлить, а руководители уже стараются по-крупному. И мы видим, периодически такие люди возникают на Симу Рецузы. с людьми. Хосососов совсем не безобидная шутка, как до самого Хососуна, так и до издушек. Да, Хососуна это вредно, потому что он теряет реальность. Он живет в каком-то своем мире, он попадает в какую-то эйфорию, которая заставляет его постоянно ловить досу. Ему надо всегда прихвастнуть какими-то возможностями. Он всегда эти возможности ищет. И какие-то события, которые случаются вокруг него, он всегда выдаёт как что-то исключительное. О, у меня лучшая машина, у меня лучшие дела. И так далее. Для Хососуна вредно погружаться в мир воображаемой своей крутости, потому что после того, как попадает в реальность, он терпит сокрушительность. Потому что хвастовство – это виртуальный мир. А когда он бывает в реалии, и когда люди узнают его реалии, видят, что ты совершенно не крут, что за твоими плечами ничего не стоит. Я помню, когда в одном общении или конференции женщина перепутала, кто я. Это было даже, знаете, в мэре. По-русски мэре у нас там окинуло. Что-то я зашёл в её при галстучке, выглядел нормально. Вот она решила, что я заместитель мэра. И знаете, такая, просьба с таким желанием, знаете, челом била. Когда я сказал, что я не тот, за кого он меня принимает, она была сразу ростом «ДА!» И сразу, знаете, «ЛАК! БУК! БУК! БУК!» И пошла. Думаю, как преображается человек, когда он видит, ну, не крутые вещи, вредно постоянно слушать хвастунок, потому что могут включить незаметные комплексы слушающего на подсознательном или сознательном уровне, и он ощутит разрыв между реальными и привлеченными достижениями хвастунок. У нас может что-то сыграть внутри. Слушай, он действительно крут. Вы знаете, сколько вещей делается в жизни, потому что кто-то прихвастнул чем-то, а мы докажем, что мы лучше. Вы знаете, что Советский Союз сделал за эту программу «Шаттл», ну, то, как звалось, не «Шаттл», а «Буран», аналогичную Америке, не потому что в этом была целесообразность, а потому что Америка призвонила, что она покруче. А Советский Союз сказал, а мы что, хуже что-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...